Есть два понятия о судьбе. Первое понятие – это мы не делаем выборы, а второе – это выбор делаем. Есть ли у нас свободное желание? Эти оба пути правильные. Одной руке вы имеете судьбу. Что должно случиться, то случится. Ничего в ваших руках нет. Второе – у вас есть свободный выбор. То есть у вас есть два пространства. Одно – ум. Одно – сердце. Иногда в уме, иногда в сердце. Когда вы в уме, ум говорит «Я». Он ничего другого не принимает, только «Я», «Я», «Я». И он думает, что он может все. И также, когда кто-то в уме, все, что вы видите вокруг, науки, это все приходит из ума. Когда вы приходите в ум, и для ума медитация – это путь. Ум больше любит медитацию. Потому что ум может закончиться через медитацию. Медитация говорит «Ничего нету там, ни Бога, ничего». Или создавать что-то. Или делать грусть. Ничего там нет. Медитация говорит «Никого там». Медитация говорит «Никого там». Медитация говорит «Никого там». Только «Ты» – это главный. Ты создатель, ты делатель. Ты писатель. И что бы ни случилось, это зависит от Тебя. Так же, что происходит в Твоей жизни сейчас, что ты получаешь, это зависит от Твоей кармы также. Сейчас мы приходим к карме. То есть, какая карма у тебя есть, ты получаешь. Даже вот это рождение, у тебя есть тело, ты родился в России, в Индии, Европе. Какие у тебя родители, какое состояние, богатство или бедное, это все твой выбор. То есть, медитация говорит, это Твое. Ты создатель. Если ты жил жизнь бессознательно, ты будешь грустным. Если ты живешь сознательно, ты будешь счастлив, ты будешь радостным. Никто не делает тебя, никто не делает тебя грустным, все зависит от Тебе, как ты живешь эту жизнь. Ты бессознательно будешь грустным. Если ты в сознании ждет радость. Как ты делаешь? Это в Твоих руках. Как с Твоей быть? Когда я говорю, или Мастер говорит с моим, они говорят, что ты все. Но когда ты приходишь в сердце, сердце – это небо. Там нет делателей, там делатели закончатся. Когда Мастер говорит с небес, они говорят, что ты – ничего. Реально? В этом поле ты ничего не делаешь. Потому что ум закончился, и ты закончился. Какие события случаются? Какие события случаются? Ты родился. Ты вирус, стал молодым, потом старым, потом у тебя есть вот эти и эти вещи. И в зависимости от этого, ты просто делаешь, делаешь, но результат не зависит от Тебя. В каком городе ты родился, какая национальная страна, в какой бы стране ты будешь, ты будешь. Вот поэтому две вещи правильные. Два мастера. Например, несколько лет назад. 50 лет назад. 50 лет назад. Два мастера были. Один был Ошо. Один был Джей Кришнамурти. А другой Джей Кришнамурти. И оба абсолютно правильные. Ошо говорит о медитации. Он говорит, что ты создатель, ты делатель. Что ты делаешь, что приходит. Если ты дашь цветок, цветок вернется. Если ты обидишь, то обиды вернется. Это все зависит от Тебя. И если ты знаешь, что я кого-то обижу, обиды вернется к Тебе. Что ты делаешь, что вернется к Тебе. Если у тебя есть камень, ты бросил камень в небо, он вернется. Если ты кинул в небо цветок, то это вернется к Тебе. И небо существование просто возвращает Тебе к Тебе к Тебе. Это все твоя жизнь. Твоё создание. Если ты хочешь быть бессознательным, это Твой выбор. Если ты хочешь быть бессознательным, то это будет грустно, печально. И потом, когда ты говоришь с людьми, с людьми они все в небе. Если ты встречаешь 100 пупель, то может быть 5, 4, 7, 8 пупель в сердце. Может быть, 10,5, 7, 8 людей в сердце. Остальные все в небе. Когда он говорит с Дисципами, они все были full of ego и mind. Он говорит с людьми, он все в небе. Это твоя жизнь. Это твоя судьба. и они говорят, что что-то случится, твоя судьба это также связь к карме какая у тебя карма, какая у тебя судьба ваш карма плохая у тебя будет и потом потихоньку-потихоньку ты улучшаешь ее и твоя жизнь улучшается и другой мастер был Кришнамурти и он все время живет в небе никогда не возвращался и никогда не спускался, не хотел и он говорил с неба, с небес медитация? Зачем мне медитация? ты уже есть ты уже имеешь нет смысла делать ее что ты получишь с медитацией? ничего ты уже имеешь ее зачем тебе искать ее? и когда ты говоришь с высоты, то есть все уже на высоте и это не так, что Оши не говорил об этом, он тоже говорил но он начинал из ума и поднимал и там говорил все отпусти и закончи ты не делатель но это ты понимаешь только когда ты поднимешься в небеса куда поток меня отнесет, то я пойду как ветер приходит и уносит листочек куда-то и уносит листочек куда-то он говорит да это я вот я когда вы в уме тогда вы понимаете из ума тогда вы понимаете из ума тогда Мастер говорит окей делает это, делает эти техники эти медитации он также знает, что через медитацию и через путь ничего не происходит у тебя уже есть, но ты не понимаешь это ты уже в сознании, но ты далеко то есть через вспоминание ты приходишь к чему-то через дело ты приходишь к своему сердцу ты приходишь к сердцу ты приходишь к сердцу и там начинаешь чуть-чуть чувствовать себя начинается сознание и Оши тоже говорит эти вещи он спускается с небес и говорит на уровне твоего ум ума что какая у тебя проблема какая ситуация он спускается и там где мы находимся нахуй это твоя проблема это твоя проблема какая проблема и потихоньку-потихоньку Ракаварива поднимает его энергия поднимает вверх и в конце вы поднимаетесь на небеса финиш заканчивается делатель заканчивается ты ничего не можешь делать так что он говорит где ситуация где ты он говорит из ситуации там где ты находишь а Кришнамурти не хотел спускаться вниз он все время с небес говорит тогда для делателя это причиняет боль вы возьмете птицу летающую с небес и пустите вниз и она ей будет очень больно она говорит я хочу летать я хочу быть в небесах но некоторые мастера очень волоседны и они живут в небесах как она спускается и спускается вниз и тогда разговаривает с людьми и потихоньку их поднимает Кришнамурти говорит 40 лет разговаривался с ним говорит никакого мастера у тебя уже все есть и Ошо говорил ты его бессознательный ты тоже это делаешь потому что ты это создал и там ты можешь закончить это как медитация это как медитация только одна вещь случалась с Ошо только одна вещь случалась с Ошо только одна вещь случалась с Ошо maybe 900 understand something happening из тысячи людей сидящих 900 может быть понимают его и все с этими 900 всегда что-то случалось и с Кришнамурти тысячи людей может быть даже не 100 даже 40 даже 30 людей а с Кришнамурти около тысячи людей из них только 40 могли понять его потому что все были в уме он говорит я уже то я сознание но внутри в их жизни никакой трансформации не происходило они в то время они уже там в то время они уже там когда какой-либо мастер не хотел спускаться он говорил оттуда оттуда с той стороны а мастера которые спускаются вниз они говорят из дуальности кто-то понял нет нет а кто очень правильно и они могут понять мастера кто не в уме они даже не могут словить это ничего вот это случается это все это оба правильные пути мастер приходит ты должен делаться а когда он там наверху ты не делатель говорит в оба варианта в поле безболч и сомать поле сомать только один мастер одному другому другому 10 есть некоторые мастера которые говорят оба оба этих пути стран у маин и у и и а когда ты на боли и не у и не нет там кто он потенци Когда ум почти ушел, вы не делаете. И вы будете делать то же самое, и работу совершать то же, но внутри вы будете знать, что вы правильный, вы не делаете. И вы принесете воду, когда вы в эго, вы думаете, я пью воду. Когда вы идете в социум, зарабатываете деньги, я, это мое, это я. А когда вы в сердце, вы также идете в социум, зарабатываете деньги, но вы понимаете, что это просто зарабатываете деньги. И так же вот есть, вы должны делаться, это просто происходит. А вот это чувствует, приходит желание, я должен попить, а вы даете кому-то команду, тянете. А внутри, кто и у кого нету эго, до этого я ел, а сейчас просто кушение происходит. До этого я делал, а теперь срок просто происходит. Как маленькая разница между деланием и случанием, то есть это случается. Ты свидетель, ты всего лишь наблюдаешь. Просто будь наблюдателем. Наблюдатель означает вот что-то делает, что-то происходит, происходит, но вы просто наблюдаете. Когда тело слушает, тело разговаривает, кушает, но вы просто наблюдаете. И чем больше вы наблюдаете, тем больше, тем сильнее свидетельство. И в один тот раз момент вы просто выходите из запаха, и тогда инженерно живет. Так же в уме происходят мысли, происходят эмоции, но вы просто наблюдаете, вы понимаете, что вы не ум, вы не ум. А просветление означает только одно. До просветления вы что-то делаете, после просветления что-то случается. Вещи такие же останутся, только внутри вы меняетесь. Просто внутри вы понимаете, что случается. Маленькая разница, маленькая, вроде бы, разница, разница огромная. И делатель вам не может оставаться, или вы делатель, или вы наблюдатель. И кто спускается с мастера, они помогают очень многим. А вот кто мастера сверху говорят, с небес, с неба, они просто некоторым могли помочь, единицам. Они не спускались. Для того, чтобы вот это поймать, тогда вы должны быть выше сознания. Тогда вы сможете помочь таких мастеров, которые с небес были. То есть, вы уже помог очень многим, а Кришна Мурти – это же единица. Но оба пути не правильные. Иногда вы приходите в ум, вы делаете, делаете. Что-то не поймете, что такое сознание, что такое мастерство. Вы тогда очень испуганы. Испуганы всего. Все ваше понимание закончится. Даже если кто-нибудь подсказал, ты не страх, ты не ум. Это не будет работать, потому что вы полнете на «ты». А когда вы не в темноте, даже даже страх не приходит. Страх не задевает вас. Но вот это случается. Это эти оба пути правильные. Когда вы в уме, когда везде «я», «я», «я». Когда вы в уме, а когда вы в сердце, вы наоборот. Что бы ни случилось, значит, это вообще существование. Это очень высоко. Это вы почти коснулись небес. Как Иисус. Когда произошло распятие. Вы забили гвозди ему в руки. Распяли его. И в нем произошла одна вещь. Твоя желание будет исполниться. Твое желание исполниться, если ты хочешь, чтобы получилось это случиться. Кто и я, чтобы сказать «нет». И в тот момент он стал послепленным, он стал Богом. Иначе, если кто-то даже сказал одно слово, или только один обувь, то вы начинали. Вы начинали бороться, 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 бороться. Кто ты? Как вы можете сказать мне? Просто, если вам кто-то неприятное слово сказал «скорбил», что это такое, что мне говорят? Ты мне один раз оскорбил, я тебе десять раз. И его эго любит драться. Это распятие Иисуса, сделало его бессмертным, бессмертным. И это маленькое понимание. Но это понимание приходит только, когда вы почти касаетесь неба и сердца. Когда вы в небесах, вы в сердце, вы там находитесь, и она что-то начинает говорить, а вы просто смеетесь над этим спокойно. Говорит, говорит. Она никогда не умеет любви. У вас есть милосердие, вы говорите «ну ладно, окей». У вас есть милосердие к ней. Сострадание. Когда вы, но если вы в уме, и она хоть одно слово скажет, вы все, начинаете кипеть. Если у вас есть жена, муж, вы знаете об этом. Иногда муж говорит, что-нибудь начинает кричать, а жена очень спокойна. Она понимает, что ему просто нужно выпустить пар. И она спокойна вновь. Если оба в сердце, тогда начинается любовь. А если оба в уме, тогда начинается драка. Но когда вы в сердце, вы, вот, всю весь негатив партнера, вы можете выпить себе. Поэтому я говорю, будьте открытыми, открывайте свое сердце. Если вы ваше сердце чем больше открыто, ваше сердце может быть... Ваше сердце будет открыто, как небеса, такое же безграничное. Вы можете превратить весь негатив мира. А вы будете большим, как небо. И растворитесь. А если вы в уме... И когда вы в уме... то есть один плюс один, и вот все начинается с противостоянием. Но когда один из вас, допустим, в сердце, он злой и нормальный, и он нормальный. Когда в гневе, ничего никакого понимания не произойдет. Когда кто-нибудь в тревоге или в гневе, какой-нибудь другой подойдет человек, друг. Спокойно, успокойся. Это просто гнев. Очень хорошие слова, очень хорошее приглашение. Как будто бы такой дискурс, лекцию читать. Будь наблюдателем. Ты не мысли, ты не уп. А кто кипит, у него нет понимания этого. А как же тот человек, может быть, в другой день кипит, и вы, наоборот, подходите к нему и говорите, Я просто успокойся, ты наблюдатель. Это просто правильное понимание. Даже если кто-то убьет тебя. Кто-нибудь говорит оскорблять. Он имеет никаких проблем. У него есть это оскорбление. Он внутри кипит. У него насилие. А вы внутри, внутри в сердце. А если вы в голове, то если кто-нибудь что-то вам сделает. И все. И это всегда происходит. Иногда вы в голове, иногда в сердце. И когда вы в голове, то говорите, Я, Я, Я. Когда вы в сердце, Я заканчивается. Но медитатр живет в голове, в голове. Ум, Я. Тогда вы тоже говорите, что бы ни случилось, это просто энергия течет или куда она поведет вас. Мастер говорит, Я ничего. Тело хочет кушать, она кушает, хочет спать, она спит. Ничего, никакого прошлого. Только этот момент. Когда вы приходите в сердце, то здесь нет мысли о прошлом, о будущем. Когда вы не имеете в виду, то это совершенно разное. Вы будете делать то же самое, но разное. Если невома происходит по-другому. Если невома происходит по-другому.